Привет, друзья! Сегодня у нас на канале новинка от окаменелых рыб. Еще сам не смотрел, только приехал с почты и буду при вас делать распаковку. Модель называется вот так. К сожалению, зрение не позволяет прочитать, но вы можете это узнать по ссылке в описании, либо прочитать название ролика. Стандартная комплектация. Здесь куча всяких наклеек, бумажек и так далее. Также имеются в комплекте вот такие винтики. Я заказал белый цвет, максимально приближенный к лету, визуально облегчающий конструкцию. И я надеюсь, продавец не ошибся и отправил мне именно нож в белом цвете. Конструкция там по картинкам интересная, да, так и есть. Вот такой крюк изначально мы видим. Не знаю, что им можно делать, но сейчас будем разбираться. Итак, вот такая новинка окаменелой рыбы. Здесь мы видим электрокардиограмму. То есть, такой нож не для слабонервных. Но, к счастью, я выбрал обычный такой нейтральный белый цвет. И нож мне кажется таким каким-то страшным. Здесь у нас минимум по фурнитуре. Осевой винт фирменный. И два вот таких маленьких винтика в начале и в конце электрокардиограммы. Присутствует темлячное отверстие довольно-таки крупное. И с торца мы видим лайнеры из стали. Лайнеры не утопленные. Фурнитура у нас не обработана. Поэтому я делаю предположение, что нож довольно-таки бюджетный, если сравнивать в ассортименте с другими рыбами, которые в Титане и всякие другие навороты. Цену не помню, но я думаю, что ножичек не такой уж дорогой. Далее мы видим бэкспейсер тоже белого цвета. И с обратной стороны клипса. Клипса прищепкой. Стальная без обработки. Но это и к лучшему. То есть, советую выбирать вот белый цвет. Потому что здесь необработанные лайнеры, необработанная фурнитура и клипса. Очень даже к лицу, ко двору подходят под белый G10. Например, на каком-то черном варианте, я думаю, производитель сделал черную клипсу. Если это не так, то, конечно, будет печально. Но вот под белый цвет, я считаю, что необработанная фурнитура и клинок, кстати, без обработки подходят идеально. Клипса неплохо отгибается. И давайте посмотрим, как нож смотрится на кармане. Далее видим, что клинок у нас четко по центру. В осевом, понятное дело, установлены подшипники. И давайте попробуем флипануть. Интуитивно мне хочется сделать флип вот так. То есть, как обычный флипер. И это происходит на изи, вообще без проблем. Нож флипует. Но, судя по вот этим насечкам, нужно флиповать вот так. То есть, за самый край штыря вот этого вытягивать максимально большой палец. И еще делать движение. Да. Флипует, но не совсем удобно это делать. Во-первых, нужно попасть сюда четко, приложить палец, постараться на вот эту такую небольшую площадку разместить палец и сделать движение. Мне кажется, просто инстинктивно вот так, если махнуть, то клинок вылетит увереннее, так сказать. Даже с закрытыми глазами я смогу это сделать. Но дизайнер посчитал, что нужно сделать отдельную площадку и сделать там насечки. Все красиво. Возможно, какая-то дополнительная функция у этого всего есть. Но флиповать, скажу я вам, удобнее вот за вот эту часть плавника. И просто можно взять дремель и отпилить ненужную часть этого флиппера. Либо уже взять точилку и заточить, сделать еще такой маленький один клинок, какой-то тычковой вариант. Но это уже, конечно, будет смешно. Вот такой интересный механизм. Флиппает без проблем за фронтальный плавник. Но вот зачем делать его таким длинным? Кстати, оно может зацепить указательный палец. Тут впритык идет вообще непонятно. Но зато интересно. Далее. Технические характеристики сейчас вы видите на своих экранах. Внутри у нас лайнеры облегчены. Есть выборки. Проверим баланс. Баланс четко на подпальцевой выемке. Нож ощущается легким. Здесь мы видим расширение ближе к осевому. То есть, получаются у нас такие какие-то даже упоры дизайнерские. Ножом можно протыкать. Хотя клинок изначально здесь рассчитан на рез. Спуски практически от обуха. Небольшой такой фальш имеется. И усиленный кончик. То есть, формы, обрисы для реза. Но, если присмотреться, нож на протыкание. И кончик усилен. Видите, какой здесь гринд. Смотрите, вот как он смотрится с профиля. И вот эти упоры намекают на то, чтобы он максимально оставался в руке при каком-то ударе, распаковке. В обратном хвате и так далее. То есть, такой интересный нож. Я не думаю, что его признают холодным оружием. Тут, мне кажется, нет 4 миллиметра. Возможно, есть. Но выглядит не опасно. Причем в белом цвете. Но при этом имеются два упора. Усиленные кончики и так далее. В общем, такой волк в овечьей шкуре, который можно и резать, и протыкать, и так далее. Сталька здесь, Д2, к этому всему располагает. Но, конечно, нужен уход. После работ возьмите тряпочку, не поленитесь и протрите клиночек. Далее, давайте проверим, как он в силовых работах. Что наминает, не наминает. Для этого будем использовать сухую деревяшку. Хорошо грызет Д2 дерево. В рукоять особо ничего. Вернее, рукоять особо не наминает в ладонь. Давайте на это дело посмотрим. Таких ярких точек, красных, я на ладони не вижу. Ну, возможно, чуть-чуть клипса что-то где-то наминает. Но, в целом, удобная рукоять. Она такая, а-ля, что ли, опинель. Почти закругленная. При этом имеются два вот таких упора. То есть, протыкание в любом случае будет выдерживать лучше, чем обычный нож. Ну, и вот в обычных таких работах, как строгать, довольно-таки удобно. Субтитры создавал D2. Субтитры создавал D2. Что можно сказать уже в заключении о новой рыбке? Бессомненно, интересный дизайн. Дизайн рукояти, дизайн клинка. Вот этой фишки со флипером я, конечно же, не понял. Я тут уже потренировался. Нож можно открывать просто вот за вот эту часть. Вообще без плавника. Хорошая механика. Просто берете и открываете. То есть, если бы не стопорная бонка вот эта, то можно было вообще вот так в заподлицо дремелем отпилять и пользоваться. Но так как там есть стопорная бонка, можно взять дремель и оставить вот так. Будет идеально. Получается такой лаконичный нож с красивыми, интересными формами и с таким особым секретом. То есть, визуально такой няшка, беленький, пушистый, нарядный. Но, если присмотреться, можно увидеть вот такие упоры на рукояти. То есть, нож работает на протыкание. Можно увидеть усиленный кончик, который, я думаю, 100 банок пробьет консервных и не затупится. В общем, такой волчонок в овечьей шкуре со своим каким-то секретом в виде плавника, который можно просто решить дремелем и получится классный EDC на все варианты и случаи жизни. Да, интересный нож. Пишите в комментариях применение этого плавника. Возможно, я чего-то не понял. И есть вторая функция в этой вещи. Но как плавник он вообще никакой. Просто тупо отпилить и пользоваться. Ножичек в целом мне понравился своим исполнением. Недаром, я думаю, здесь изображена на рукояти электрокардиограмма. Нож похож на няшку. Белый и пушистый. Но при этом довольно-таки опасный. На этом все. Все ссылки будут в описании. Там же ссылка на наш телеграм-канал и чат, где мы на связи. Отвечаем на вопросы. Помогаем друг другу. До новых встреч. Пока.